Тюменцы вновь решили удивить, так скажем, мир. На этот раз в области конструирования и строительства таких оригинальных, необычных воздушных судов. Ну а если серьезно, то наверняка многие из нас уже слышали о вашей конструкции. Это гибрид, так скажем, гибрид вертолета, самолета, дирижабля. Ну, хотелось бы сегодня более подробно из первых уст. Пожалуйста. Ну, рождение этого аппарата было связано с потребностями, что ли, Тюменского региона. Ну, суперблочное строительство, вы, наверное, знаете, в свое время перевозили суперблоки. И вот идея возникла в 86-м году, иметь такое транспортное средство воздушное для перевозки тяжелых, крупной габаритики груза в пределах 200-300 тонн. Вот с 86-го года, фактически уже юбилей, десятилетие прошло, значит, вот возникла такая идея. Одновременно совместить характеристики летательных аппаратов, известных на сегодня, и получить довольно вот такие характеристики, которые позволили бы в нашей Тюменской области и вообще в других областях труднодоступных, совершать полеты, взлеты, обеспечивать вот эту беззародробную, значит, эксплуатацию. Ну, что, если я вам представляю этот аппарат, значит, будут показаны кадры, где будет видно, что, значит, это практически, значит, необычная такая бескообразная форма, которая позволяет, ну, если сравнить с дирижаблем, самолетом и, одновременно, вертолетом, это, значит, получается, что, значит, совмещение этих характеристик обеспечивает ему очень высокие летно-технические характеристики. Значит, воздушная подушка, в центре диска работает подъемный винт, а, значит, как вы видите, там будет, значит, и самолетные крылья, а внутри вертолетный винт и, в целом, снизу воздушная подушка. Вот такой аппарат, значит, он позволит, в принципе, решить очень многие проблемы, которые сейчас существуют, в принципе, и в нашей области, и, значит, в других областях далее на восток. Вот, скажите, пожалуйста, ну, вот сейчас потребность перевозки на север таких крупных блоков, тех же, кстати, отпала, я знаю, что поэтому у вас существуют другие модификации, то есть пассажиры, пассажиры грузовые, небольшие, дирижабли и так далее. Ну, это я сразу оговорился, это отставная была точка, а вы смотрите, что творится у нас с экологией. Экологическая катастрофа идет за катастрофой. Например, тушение пожаров очень мощных, вы, наверное, у всех на фуху и на виду, это Волгоградская область и так далее, там попытка была тушить пожары вот Ил-76. Ну, естественно, если бы был вот такой на 200 тонн, допустим, 150-200 тонн, то там достаточно было несколько часов, чтобы ликвидировать последствия этой экологической катастрофы. Значит, ну, и кроме того, вы знаете, что сейчас все труднее и труднее доходить до, значит, сырья. Поэтому переработка и леса, и переработка нефти, газа, значит, и так далее, сельхозпродукции, все это как раз направлено создать, значит, мобильный вот такой, значит, технологический комплекс, который позволил бы, допустим, в любой точке, можно сказать, потому что аппарат может садиться и на воду, и на болото, и на снег, и на шоу. То есть достаточно много функций, много функционалов. Я бы еще добавил, что сейчас отдаленные наши северные поселочки, там деревни, остались вообще без сообщений, без транспорта. И вот такая небольшая тарелочка ваша, или, знаете, так уж назовем ее, она способна и пассажиров переводить из глубинки. Вот сейчас у нас мы планируем запустить в производство, допустим, шестиместный аппарат, ну, и, естественно, с грузами до полтонны, значит, который позволил бы, допустим, весь север закрыть транспорт. У тебя же паралич, вы знаете, что и обеспечить полностью... Хорошо, хорошо, спасибо. Я полагаю, что наши зрители будут представления поучили о вашей конструкции, об этой летательной установке. Ну, теперь обратиться на этой воздушной тарелке, может быть, снять репортаж. При условии, что все пойдет нормально. Думаю, главный конструктор должен... Пожалуйста. Это где-то, пожалуйста, в ноябре, в октябре даже, в ноябре приглашаем на испытания уже на высоте. То есть на существующем сегодня аппарате. Спасибо, я думаю, что мы еще вернемся в нашей передаче к этой теме. Спасибо за беседу, за интересный разговор. Спасибо. Спасибо.